Друзья, с вами Светлана Луговых и это практический курс в нашем бьюти-марафоне для того, чтобы вы смогли выучить, изучить и выполнять правила нанесения по девяти точкам. Итак, мы приступаем с вами к маскам. Чтобы нанести правильно маску, помните, что только тканевая маска может сразу ухаживать и за глазами, и за лицом, но она не будет касаться декольте. Чем хороши маски специализированные? Тем, что их можно наносить сразу на все лицо, а за веками можно ухаживать и нужно ухаживать отдельно. Итак, самый лучший уход за веками – это маска патч. Вот так они накладываются, потом накладывается маска на лицо и вы ложитесь горизонтально. Если у вас нет маски патч, берите обыкновенный крем для века и посмотрите, вы можете прямо вот так, вот так вот толстенько, вот так нанести, прям толстенько нанесли, хоть в эту сторону. Слушайте, как интересно на себя смотреть, хоть в эту сторону. Вот ровно так, прям колбасочкой в зеркало это будет лучше смотреться, чем я сейчас смотрюсь в камеру. Потом берете маску, лучше кисточкой, но вдруг у вас кисточки нет. И начинайте по массажным линиям, начинайте накладывать. Смотрите, близко к волосам не надо. Посмотрите, я делаю над бровями почти, видите, почти сантиметрик. Я делаю под глазами, вот потому что у меня есть маска белая, вот я ее наношу, видите. Увлажняющая маска вербена, которая не только борется с признаками старения, посмотрите. Конечно, это лучше делать. Вот, посмотрите, видите, ее видно. Маску, вот на лоб накладываю себе побольше, ну потому что у меня здесь и морщина побольше. В зависимости от, вот где посуше, там и делайте, пожалуйста, потолще слой. И когда вы нанесли, все вверх, все вверх. И мы сейчас с вами прям порепетируем, порепетируем с вами, как накладывать. Вчур вы точно так же все сделаете. Если бы вы сейчас сидели рядышком со мной и наносили. И вот теперь смотрите, как, как женщина должна, должна себя вести. Берете два диска, смачиваете их или, так, маленькая хитрость, все, что осталось на руках, накладывайте на руки. Вот прям накладывайте, чтобы ничего, ничего не тратилось. Можете брать отдельно, отдельно тоник, брызгать, можете тоником смачивать. Но так, чтобы вот диски, они должны быть влажные, но не мокрые. И вот теперь смотрите, это очень важный такт. И я прямо настаиваю на это, чтобы вы закрывали, вот так закрыли себе глаза и легли в горизонтальном положении. Это обязательное условие. Ох, как я тут намазюкала. Ну, ничего страшного. Специальная, специальная вот такая есть у нас полосочка. И если вы еще ее не приобрели, то обязательно купите. Почему нужно диски наносить и для чего это надо? Друзья мои, дело в том, что наши веки, если мы на них накладываем на влажный вот этот диск, не мокрый, в этот момент идет расслабление, в этот момент идет увлажнение кожи вокруг глаз. И самое главное идет омоложение. Если вы такой, ну, привыкнете это делать, то я вас уверяю, результат у вас ухоженного лица будет намного выше, чем вот это не делать. Конечно, я сейчас могу с вами так сидеть и болтать, но лучше я пойду, полежу минут 15 и через 15 минут все это дело смою и покажу вам, как наносить крем на лицо.